Этим голосом сказано всё. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня наш гость и всё-таки Сергей... Позвольте вас называть историком. Ну, журналист-исследователь. Итак, у нас в гостях Сергей Кредов. Журналист, писатель, исследователь. Автор исторических исследований. Автор исторических исследований. Рекомендую всем его книгу Дзержинский. И это очень интересный именно исторический труд. Не лай, не виск, а исследование хорошее. Тема сегодняшней лекции и беседы была ли альтернатива Великому Октябрю? Потому что все же прекрасно знают, что царская Россия, на деревьях росли золотые червонцы, рабочие получали по 5000 рублей золота в месяц и питались черной икрой. Итак, прошу, Сергей. Да, здравствуйте. Альтернативы, разумеется, были. Вопрос, понравятся ли нам эти альтернативы. Речь идёт именно об этом. Да. Вот. Я когда сегодня ехал на эфир сюда, я вот о чём подумал, что на удивление, вот в наше прошлое, в советское прошлое, которое уже немножко мы начинаем забывать, очень мало обсуждалась эта тема, альтернативы Октябрю. То есть считалось, что альтернативы – это царь, помещики и так далее. Да, так и в песне пелось. Белая армия, чёрный барон снова готовит нам царский трон. Но, но от тайги. Но от тайги до британских морей, поскольку, ну, здесь была игра на всеобщей ненависти к царю и к классе помещикам. Ага, значит, всё-таки что-то было не так. Это была умелая пропаганда, да, но поэтому, в принципе, люди, многие и тогда, и сейчас считают, что если бы не победа Октября, то, очевидно, царь, помещики, что-то такое, была альтернатива. И все сразу, естественно, обращаются к 1913 году, где всё было, как вы сказали, все ели чёрную икру и так далее, и так далее. Извините, Сергей, помните, Остап говорит Кисси, батистовые портянки носить будем, крем-марго кушать. Да, вот, ну, и, конечно, и в 1913 году, как мы знаем, в жизни была намазана мёдом, вот, но сейчас речь не об этом. Важно ведь что отметить, что, да, темпы развития России были очень высокие, но они были ниже, чем у наших конкурентов. Вот ведь что важно, если вы увеличиваете промышленное производство, допустим, за 10 лет, а в 3 раза, это замечательно, но если ваши конкуренты увеличивают в 5 и в 10 раз, это очень плохо. Значит, вы увеличиваете своё отставание, и у вас всё меньше и меньше шансов в грядущих конфликтах, вот. И развитие России ведь это нашло во многом за счёт привлечения иностранного капитала. Казалось бы, ну, это замечательно, иностранный капитал приходит, мы все люди цивилизованы, мы этого не боимся. Но ведь распрата пришла, и она пришла именно в мировую войну. Ведь в 1917 году только ребёнок не понимал, что Россия не может больше воевать. Это знали все абсолютно политики того времени. Все это, даже послы иностранные информировали свои правительства, что Россия не может воевать, если она немедленно не выйдет, то начнётся революция, бунт, что-нибудь такое. Вот, и туда, в Англию, там, во Францию ездили делегации с просьбой разрешить выйти из войны. Но, разумеется, странам Антанты, нашим союзникам совершенно не улыбалось, что... Это к вопросу о самостоятельности. Да, что не улыбалось, что немецкие дивизии обрушатся на их фронт, правильно? Зачем им это надо? Воюйте, ребята, хотите, мы вам дадим ещё кредиты военные, хотите ещё. Только воюй, воюй, Россия, нам... Вот как шёл разговор, и поскольку влияние, фактически, России к тому времени уже утратила, суверенитет, утратила, вот, то вот этим людям, которые действительно понимали, что воевать больше нельзя, они никуда не могли деться просто. Вот. То же самое касалось и вопроса о земле. Допустим, все понимали, что уже совершился фактически чёрный передел, что помещи и земля уже в основном в руках у крестьян, в большей части ещё до прихода всяких большевиков в 1917 году. Но так-то оно так, но помещики тоже не дураки, они уже фактически свои земли, которые были отняты, они заложили в банки. А банки-то иностранные, те же французские банки. У нас, я боюсь ошибиться, но, по-моему, у нас из семи банков каких-то крупных в России штук шесть находились полностью под влиянием иностранного капитала. А банкам, естественно, тоже совершенно не нужно, чтобы реализация лозунга «Земля крестьянам». Поэтому и с землёй ничего не получается. Поэтому вот этот весь 1917 год продолжалось вот это гниение, то есть расплата за нашу утерю, нашего национального суверенитета фактически. Ну, это такое предисловие небольшое. И в продолжении, наверное, тоже следует сказать, просто для понимания дальнейшего разговора, что часто можно слышать, что Россию царскую плохая она была или хорошая, но её развалили революционеры, революционеры, оранжевые угрозы тогдашние. И люди, которые отстаивают эти теории, они, я так полагаю, они очень рассчитывают, что такие утверждения будут очень нравиться руководящему уху, так сказать, нашего руководства. Конечно. Всё, что угодно, только не революция, чтобы не повторился 1917 год и так далее. Но правда-то заключается в том, что революционеры, ну и в частности большевики тем более, не имели практически никакого отношения к развалу России. Почему? Потому что действительно террор, который действительно ужасал правительство, эсеровский террор, которые были наследниками народовольцев, себя считали, он, пик этого террора приходился на, там, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й года. Вот, в 8-м году он резко пошёл на спад, просто резко. Почему? Это потому, что был разоблачён Азев, руководитель боевого крыла эсеров, то есть главный террорист страны оказался провокатором полицейским. Это нанесло страшнейший удар по имиджу... Но агентом. Агентом охранки. Ну и с агентом охранного отделения. Вот, это вызвало жуткий скандал, полнейшее разочарование, и уже фактически эсеры тогда уже и свернули свою деятельность террористическую. Остались только, ну, такие разве акции, типа убийства Столыпина, там, другая там ветвь эсеров проводила, но это уже не савенковцы, так сказать, да? Вот. Уже тогда революционная деятельность резко пошла на спад, и вообще даже после 7-го года фактически власть в стране напоминала диктатуру. Но с начала мировой войны вся политическая деятельность в России вообще прекратилась. Не только революционная, вся. Дума пересталась, она там в 20-шнем годы не собиралась. Обмен информацией прекратился. Все эти поездки за рубеж и обратно революционеров, распространение литературы. Западные наши союзники, многие революционеры просто в тюрьмах сидели и так далее. Вот. Поэтому в России была тишда гладь в этом смысле. И на этот счет интересующиеся могут почитать очень интересную книгу Константина Глобачева. Называется «Правда о русской революции». Это очень умный жандарм. Написал великолепную книгу. Вот. Он возглавлял Петроградское охранное отделение. Я с вашей подачи ее, ну, пролистал. Пока только пролистал. Очень полезно. Да. И вот. И он там говорит. Мы с началом войны мировой, мы счастью своему не могли поверить. Вот эти страшные эсеры, которые затерроризировали страну. Люди боялись министрами становиться, потому что тебя тут же за тобой начинали охотиться. Они вдруг исчезли. Их просто как растворились. И он там пишет такую фразу. О себе из революционеров только немного напоминали большевики, которые что-то со своей антивоенной агитацией. А вообще была тише до глади. То есть, вот эти годы царь делал просто что хотел со страной. Кого хотел, назначал. И результатом этой деятельности стало то, что в результате вот этого отрицательного отбора кадров на ключевые должности заняли люди абсолютно, либо уже престарелый, вроде премьер-министра, например, в 17-м году. Либо, как министр внутренних дел Протопоков, просто сумасшедший. И так далее. Или воры. Ну, воры сейчас как-то, мне кажется, все-таки поменьше все-таки было, да. Но, тем не менее, люди абсолютно неадекватные. И это уже вообще известный факт, что ведь произошел верхучный переворот. Царя же убрали генералы. Они пришли к выводу, что царь не даст им закончить победоносную войну. Монархисты совершили переворот. Они просто не ожидали, что они тем самым упраздняют монархию в результате ряда событий. Сергей, у меня к вам вот какой вопрос. Ну, ведь большевиков было не то, что катастрофически мало, а просто почти совсем не было. Как они могли агитировать на фронте, в казармах, на улицах? Так, а на фронте во время войны СССР никто не агитировал. Ведь солдатские комитеты появились после февраля. Там бы сразу к стенке прислоняли. Не было никакой агитации. Поэтому я и говорю, что Россия просто сгнила в части своей управленческой строя. И, в принципе, я думаю, что уже, может быть, некоторые со мной согласятся, что очень похожие вещи произошло ведь и с Советским Союзом. Я имею в виду с номенклатурой советской. Этого мы уже были очевидцы. Тоже ведь ни под какой там внешней угрозой. Ни Сахарова уже и Солженистка развали Советский Союз. Ну, вы сами смеетесь. Ну, сами. Это один процент. Знали, кто это такие. Именно так актуально. Читали этих людей. То есть, не буду сейчас углубляться, отвлекаться от темы. Здесь важно отметить, что к концу 1917 года Россия, как государство, уже практически развалилась без всякого участия большевиков. Так они же ведь, наверное, Сергей, они же и не поспели к развалу-то. Они хотели бы в этом поучаствовать, но у них не было просто такой возможности. В силу разных причин, мы помним, что в августе их лидеры просто скрывались в подполье. Люди сидели в тюрьме, просто не было. В феврале их просто вообще здесь не было. Да, в июне был небольшой всплеск активности. Но тогда речь о захвате власти не шла. Просто революционные солдаты и матросы бегали по Питеру и спрашивали, кто будет брать власть. Кажем, подбегали, будешь брать? Все боялись. В том числе и к большевикам, которые тогда были не готовы. Бери власть. Есть известная картина, когда берут за шкирку лидеры СССР Чернова. Бери власть. Страшно. Вот это важно отметить, что к концу 1917 года Россия пришла уже в полностью таком, так сказать, развалившемся состоянии. Вот. И, ну, можно во многих красках описывать это положение. Там рубль упал, там, не знаю, в четыре раза. Притом только за год. А перед этим он, по-моему, уже раза в три упал, значит, с начала войны. Вот. Десять миллионов беженцев, немцы же наступают, правильно, в центральные регионы. Там жертвы, боевые потери русской армии в течение трех лет составляли 150 тысяч человек. Можно себе представить? Уровень, масштаб трагедии. Каждый месяц происходила Бородинская битва. Вот фактически каждый месяц. Вот. Это, ну, была действительно национальная катастрофа. И уже начинался, начался, уже в полном ходу шел развал страны с 17-го года. Ведь сначала Польша объявила о своем выходе, и, так сказать, временное правительство утвердило. Затем Финляндия. Затем образовалась Украинская Рада. Вот. Которая постепенно-постепенно тоже пришла к суверенитету. И она поддерживалась международными государствами, иностранными государствами мощными. Поэтому она в тех границах, каких хотела, она сама себе рисовала, Украина, эти границы. Мы знаем эту особенность тех политиков. Вот. И вообще, бог дури не на национальных окраинах. Да, конечно, уже и на Кубани, и на Дону, и на Северном Кавказе, и в Башкирии, и в Татарии. И уже были созданы органы самоуправления, которые в самое ближайшее время будут ставить вопрос об отсоединении от России под разными соусами. То есть, ну и Прибалтика была захвачена немцами, Эстония, Латвия, Литва. Уже все, забудьте, господа. Там уже были органы власти созданы. Уже никто вам этих государств не отдаст. Все. Спрашивали, кто развалил Россию. О большевиках слуху не было. Я читал, мне доводилось читать провинциальные хроники, это самое интересное. Я читал, например, хроники Тулы. Просто дальше с пресса за 17-й год. Там до 17-го года слово большевик вообще не употреблялось. Сергей, я листал журнал Нива за 17-й и 18-й год. Я все искал. Когда? Где большевики? И первое упоминание мельком января 18-го. Мельком про какой-то захват власти какими-то большевиками. Да, тем более, что, это же так говорилось, а власть-то же не большевики захватили. Власть захватила военный революционный комитет при Петроградском совете, в котором большевики имели большинство. Партия не захватывала власть. Но это мы просто уточняем. Ну, теперь я к альтернативам скажу. Мне бы хотелось начать с дореволюционных альтернатив. Вот это важно. Значит, и об одном, может быть, направлении скажу. Был такой Павел Николаевич Милюков, лидер кадетской партии в начале XX века в России. Появилась очень сильная партия интеллигенции, конституционные демократы. Один из его лидеров был как раз Милюков. Профессор. Профессор Милюков, вообще она объединяла, ну, можно сказать, была тогда самая популярная среди интеллигенции. Если бы мы с вами жили в то время, я думаю, мне кажется, мы бы тоже интересовались. Я настолько не люблю интеллигенции. Я даже считаю, что и термин очень плохой. Ну, хорошо. Вот. Тем не менее, это число сторонников его доходило до, там, чуть ли не до 100 тысяч человек и больше. И вот, почему я вспомнил Милюкова. Правительство начинает предпринимать попытки как-то договориться с революционной интеллигенцией тогдашней. Ну, в частности, с Милюковым. Это описано в его воспоминаниях. В 1902 году Милюков находится... Его арестовали. Арестовали. Ну, его арестовали, за мелочевку арестовывали. Он читал неразрешенные лекции студентам какие-то. Он же был историк, ученик Ключевского. Это был известный историк, человек во многих отношениях неординарный. Вот. Его арестовывают. И Ключевский за него замолвывает слово перед царем. Ключевского уважали при царе. И вот царь просит Плеве, Плеве министр внутренних дел, он просит освободить Милюкова. И Плеве, это консерватор такой в то время, приглашает Милюкова на разговор. Он привозит его к нему, к удивлению Милюкова. И Плеве говорит, прежде чем его освободить, он все-таки хотел бы получить гарантии, что тот как-то изменит свое поведение. И вот Плеве говорит, что вы думаете о том, чтобы какие-то ваши представители вошли в правительство? Вот, например, вы, Павел Николаевич, хотели бы занять, например, должность министра просвещения. А что ж плохого-то, да? Ты же историк, автор курса по историческому культуре. Он действительно был капитально образованный человек и хороший лектор. Он был доктор Оксфордского университета. Это не считая профессории 90-х годов, конца 80-х. Это действительно была крупная величина. И, кстати сказать, довольно приличный человек Павел Николаевич был. Вот, у него никто ни в каких махинациях не обвинял, его сын ушел воевать на мировую войну и там погиб. А после революции Милюков, когда находился в эмиграции, вот, во время войны, например, он в горах, он умирал в горах, там во Франции скрывался от нацистов. И свидетель, когда его навестил, уже ему было за 80 лет, он увидел Милюкова, сидящего перед столом. На столе была карта военных действий, там флажками были отмечены расположение войск. И он сказал, наши наступают, наши! Это человек проклятый в своей стране. Вот кто сейчас из нынешних наших условно-демократов скажет слово наши в Сирии? Ну, допустим, допустили ошибки даже. Да вы что? Кремль считает, это говорят наши граждане. Вот, а Милюков сказал так. А перед этим, если я даже не ошибаюсь, в конце 30-х годов он вообще сказал, что, вы знаете, советская финская война, я поддерживаю ее результаты. Это отвечает национальным интересам России. И за что его окрестили сталинистом тут же. То есть это были люди не однослойные, это были люди достаточно глубокие. И вот, поступило такое предложение к Милюкову, пойти на сотрудничество. Что отвечает Милюков? Милюков отвечает Плеве. Он говорит, а вы знаете, правительство-то, я вольно пересказываю, реакционное, мне не дадут работать. Вы не дадите работать нашим министром. Плеве, он говорит. Он говорит, не знаете, что, чтобы стать министром, надо немножко подготовку уметь, чуть-чуть поруководить хоть чем-то. Не лекции читать, надо хоть немножко уметь. А я помню, Примаков звал вот тоже демократа себе в правительство. Тот что-то писал там 400 дней, 500 дней. Ну, они программу писали, да. Это либералы не меняются. Ну, да, вот так вот с улицы, я думаю, дай бог один, может быть, из 10, а если не из 100, из него получится удачный администратор. Если он понимает, что ему надо учиться. А вот Милюков так высокомерно заявляет Плеве, вы не дадите нам работать, поэтому мы отказываем. Ну, Плеве сразу понял, что это человек несерьезный. Вот, царское указание, тем не менее, надо выпустить. Он сразу ему холодно сказал, ладно, вы свободно отправляйтесь. Потом через какое-то время его опять привозят, разговор уже другой, Плеве уже стоит, этот тоже стоит. Он вот так высокомерно, ладно, мы вас освобождаем, но только попробуйте встать у нас поперек пути. Все. Вот это была первая попытка сотрудничества с властью. И кто отказывается? Не экстремисты, не террористы, а умнейшие люди России того времени, без всяких дураков. Они принимают такую политику. Дальше Столыпин предпринимает попытки те же самые. Столыпин встречается дважды с Милюковым. Один раз это была просто ознакомительная встреча, а второй раз уже предметная. Это март 1907 года. Столыпин приглашает уже матерого лидера кадетов. Правда, партия, по-моему, еще была формально не зарегистрирована. Он приглашает и делает то же самое предложение. Что вот мы воюем, давайте сотрудничать, давайте нам кандидатуры министров, мы их включим в правительство. И от вас требуется следующее. Мы со своей стороны что гарантируем? Мы не будем распускать Думу. Там шла речь о распуске очередного состава Думы. Мы даже легализуем вашу партию формально кадетов, но вы со своей стороны должны в своей газете речь, популярной, интеллигентской, должны осудить террор. Убийство людей. Вам не нужно ломать свои убеждения. Вы просто должны написать, что вы осуждаете убийство людей. Ведь эсеры, по подсчетам, совершили в начале 20 века только терактов уровня, когда погибали уровни министров и генералов, под 270 человек только такого уровня. Кровища лилась рекой. И что отвечает на это предложение Милюков? По-моему, совершенно разумный компромисс. Мы не будем разгонять Думы, мы вас зарегистрируем, мы приглашаем ваших людей в правительство, давайте сотрудничать. Ведь перед этим, кстати, сказать, Милюкова и Вита тоже самое предлагал. Дело в том, что Столыпин при всем своем авторитарном характере, он был очень заинтересован в сотрудничестве с Думой. Почему? Потому что он понимал, что царь неадекватный, и зависеть от царя только ему совершенно не хотелось. И он был заинтересован быть посредником между Думой и царем, иметь базу там. Вот. И что ответили кадеты в очередной раз? Значит, Милюков с таким предложением поехал к своим коллегам. Говорит, вот нам такое гнусное предложение поступило сотрудничество с правительством. Они сказали, да вы что, озверели что ли? Они говорят, да нас же тут же придадут анафеме вся наша демократическая общественность. Интеллигенция. Да, интеллигенция. Они подают встречные предложения. А можно мы вот эту статью в нашей газете «Речь» напишем не за подписью Милюкова, а как бы редакционную? Сталлигенция говорит, ну ладно, пишите, бог с вами. Но они и на это не пошли. Вот. Они выдвинули следующее предложение, как бы компромисс к правительству. Вот они, какое условие компромисса выдвинули, но я не знаю, здесь смеяться, плакать, я не знаю. Значит, вот их условие компромисса с властью. Отмена смертной казни. Это Милюков еще предложил Витты. Перед этим с Витты была встреча. Это когда в стране кровь льется, террористы бегают по улице. Значит, всеобщее избирательное право, просто всеобщее, всех, неграмотных там 70%, все должны идти к избирательным участкам. Увольнение чиновничеству, которое не может работать по-новому. А они могут? Они должны определять, кто умеет работать, а кто не умеет. Они же, общественно. Расследование погромов, которые к тому времени произошли. Расследование участия чиновничества в этих погромах и наказания этих. Ну, погромы же ведь, извините, Сергей, вопрос к вам. Правда ли, что погромы происходили? Украина, Юг России и Молдавия. Да, но здесь правительство все-таки не обвинишь в том, что оно... Ну, это, собственно, Гершинзон все сказал в сборнике Вехи. Он говорит, ребята, обращай их к своим соплеменникам. Он говорит, царские штыки вас защищают. Конечно. От народа, вот. Сергей, новости сейчас на радиостанции говорит Москва, а потом продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжается лекция беседы Сергея Кредова. И мы услышали о либерально-демократической альтернативе того, что потом сделали большевики. Да, то есть резюме нашей предыдущей части беседы, наверное, следует сделать такое, что альтернатива парламентской демократии оказалась совершенно невозможной, в том числе и по причине полной недоговороспособности даже лучших представителей, самых умных и, можно даже сказать, честных во многом. Ну, они были субъективно и честные. Ну, по-своему, да, людей, да. Как сказал британский посол Бьюкинен, наблюдая все это, он сказал, что неспособность русских договариваться носит характер национального изъяна. Вот, а если даже такие люди не шли на сотрудничество с властью, то я считаю, это и есть шаг вот в сторону как раз диктатуры, которая произошла после гражданской войны, ведь она, забегая вперед, я могу сказать, что она была результатом деятельности, а тут не только большевиков, потому что в октябре 1917-го никто не мог предположить, что у них так все в шоколаде сложится после гражданской войны. Это результат всего развития России в первой четверти XX века, по крайней мере, действия всех сил. Вот Павел Николаевич Мирюков и его коллеги, очень приличные во многом, отказываясь от сотрудничества с правительством, от разумных предложений, они не предполагали, что они делают шаг в сторону установления России партийной диктатуры через какое-то время. Либо диктатуры, либо альтернатива развал. Никакая не Россия 1913-го года. Развал и поглощение России, разных его наиболее съедобных кусков, теми или иными нашими иностранными партнерами. Вот. Это мы забежали вперед. Вот. Значит, теперь перейдем к следующему этапу. Я еще бы такую, может быть, ремарку сделал. Мне кажется, что у нас вот в начале века было два человека, две крупных исторических личности, очень разных, которые могли оказать влияние на ход мировой истории. Одна оказала это влияние, а другая все-таки не сумела оказать. Но вторая личность, первая, это понятно, это Ленин. Конечно. Это Ленин. То есть, это были люди убежденные и готовые, которые были готовы за свои убеждения дать жизнь, положить жизнь. Это очень важный фактор. В свое время, во время французской революции, когда Мирабо увидел Робеспьера еще никому неизвестного, такого бесцветного адвокатишки провинциального. Да. Он его послушал и говорит, у этого человека большого будущего. Он верит в то, во что говорит. Вот большинство людей, которые красиво говорят, они на самом деле не верят в это все. И к власти не стремятся. Так вот. Он в этот момент в уме считает деньги. Кто-то считает, кто-то просто хочет красиво выглядеть в глазах. Кому-то нравится быть в центре внимания, может быть, да? Вот. Но как раз мы в прошлый раз говорили, что человек, который был готов за свои убеждения реализовать на практике, и тем он отличался от других политиков, был Ленин, с одной стороны. А с другой стороны, это человек совершенно другой, это Столыпин. Столыпин. Многие, наверное, понимают, что Столыпин не смог бы, конечно, вывести страну, Россию в число передовых держав, поскольку, скажем, программа индустриализации у него вообще отсутствовала в 20 веке. Основная программа развития стран, он говорил о крестьянской реформе. Да и крестьянская реформа, по-моему, не шибко задавалась. Да, в том числе она имела много недостатков, да. Но, тем не менее, если бы у него было адекватное начальство, я имею в виду царь более адекватный, то вполне возможно, что, допустим, в волну революционную он бы сумел сбить Столыпин. Возможно, не допустил бы, чтобы Россия вступала в мировую войну, которую ее добила, да? Вот. По крайней мере, в этом он мог добиться успеха. Вот. Но получилось вот иначе. То есть, сначала он уже при царе потерял свое влияние, а выстрел поставил точку просто в его биографии. Вот. Вот какие были две альтернативы дореволюционные. Либо Столыпин, все-таки, мне кажется, вот, что-то с ним связано. Либо уж извините, значит, полное переформатирование государства и воссоздание его уже на других основах. Возбежание его полной гибели и распада. Вот. Дальше, естественно, у нас революция. Тема у нас, мы, конечно, заявили глобальную тему. Я опять не могу... Да, как я этой темы практически нигде не слышал, а кроме в форме визга и совершенно безосновательных, я имею в виду, фактов никаких эмоций. Сергей, пожалуйста. Да. Дальше революция. Вот. Мы уже говорили, что произошла-то она ведь не под партийными лозунгами. Победил военный революционный комитет при Петросовете. Вот. Да, которые большевики были лидерами этого движения. Вот. Но речь шла ведь поначалу о создании многопартийного правительства. Вот. Единственная партия, которая была запрещена, это была партия кадетов. После революции. И за дело, потому что кадеты поддержали Корниловский мятеж, кадеты поддержали мятеж Краснова-Керенского и так далее. Партия была запрещена, но ее деятелям не запрещалось избираться в Советы. То есть, люди не преследовались за то, что он именно кадет, например. А преследовались они за конкретные вещи. Вот. И, значит, произошло потом интересное событие, Второй съезд Советов. Одно из самых интересных событий, между прочим, в нашей истории. Вы постоянно об этом, Сергей, упоминаете. Да, вот это событие обойдено вниманием историков совершенно незаслуженно. Оно было, ну, настолько интересным. Ведь проходил Второй съезд Советов два дня. Первый день еще до взятия зимнего, второй день после взятия зимнего. Вот. И интересно, как оно проходило. То есть, первый день проходил вяло. Делегаты приехали на съезд Советов, услышать болтовню, услышать, что надо заканчивать войну, и так далее, землю, и так далее. Вот они так, это был вяло, и так вот съезд. В президиуме сидели скучные вот эти меньшевики, всякие демагоги, болтуны и так далее. Вот. И в это время раздаются звуки канонады. Шум зимний берут. И в зал периодически врываются всякие возбужденные люди, там, революционеры, говорят, вот, большевики, узурпаторы власти. Они, не посоветовавшись с нами, берут сейчас зимний. Они арестовывают министров, они арестовывают наших товарищей. Ведь в состав временного правительства входили социалисты. Да, всякие такие страсти. Вот. Затем начинается второй день. Зимний взят. Значит, он проходит очень интересно. Здесь какое-то время игра шла так вот на Тунинникова. На несколько результатов. Да, потому что те тоже были хорошие ораторы. Их лозунг, а какого права вы имели от имени своей партии брать в власть вообще? Кто вам такого, почему? Вот. И здесь, конечно, что сыграло на руку большевикам? А то, что это были люди дела. Что они, вдруг вот этот съезд Виалы, который приехал послушать и разойтись, вдруг приходят люди и говорят, вот вы съезд, вы высшая власть в стране. Вы. Вот мы говорим, что нужен мир. Так давайте примем мир, вот сейчас мы вот этим решением, и мы сейчас давайте обратимся к воюющим странам. Все говорят, а можно? Да можно. Да ладно. Гонят. Гонят. Давайте так сделаем. А давайте землю. Что мы болтали? Вот вам декрет о земле. Понимаете? Причем, если декрет о мире большевики уже успели написать, Ленин его зачитал, то декрет о земле вообще был в черновике. Он зачитывал по черновику, там во второй день пузался, даже ему там подсказывали и так далее. То есть основной принцип был, но крестьяне понимали, что речь идет о отмене безвыкупа помещичьего землевладения. Основное там было, было понятно. Вот. И раз пошла такая малина, то народ оживился, очень приободрился. Вот эти люди, как Троцкий очень интересно описывает этот съезд в книге «История русской революции». Вот. Он говорит, что в эти дни Петроград оделся в серое. Сплошная солдатская масса. И вообще стало модно носить серые шинели. Ведь Феликс Энбунович свой знаменитый образ именно тогда, вот в 1917 году он надел шинели, это очень функционально. И уже не снимал. И уже не снимал. Вот. Ну, рада, что дома, наверное. Дома. Вот. Вот эти люди, одетые в серые, похожие на каторжников, как он говорил, во многих, вдруг перестали походить на каторжников, а стали походить на власть. Ведь на самом деле, что такое Совет это? Это вполне демократический орган. Уж более демократический, чем временное правительство, которое вообще непонятно, кто назначил. Откуда они взялись, эти люди? Их назначила Дума, уже упраздненная царем. Правильно? Вот. А Советы, все-таки, это, как сказать, туда избирался, скажем, рабочий, один рабочий от крупного, по-моему, от 10 тысяч, как-то так, да? Один рабочий от более мелких предприятий, солдаты, там были выборы, там были и дворяне имели право туда избираться. Было вполне такой демократический орган. Вот. И, короче говоря, настроение людей очень сильно изменилось, вот во второй день. И, ну, существовало опасение, что все-таки, а как армия-то? Ведь там огромная вооруженная армия, она сейчас придет, на всех раздавит. А потом уже под утро пошли сообщения с армией. Значит, полк такой-то поддерживает решение Совета. Полк такой-то выдвигается на поддержку съезда Совета. Полк такой-то прямо, не знаю, там, взвод самокатчиков едет к вам, товарищи, чтобы вас защищать от всех. А потом пошла в поддержку от армии, уже, уже командующий фронтом. Прислал в поддержку письмо Черемисин, кажется, северным фронтом. Вот. Но тут стало совсем хорошо. Академия за нас. Вот тут они и сломали, большевики быстренько переизбрали этот президиум. Они говорят, что поскольку среди делегатов этого съезда, да, там было 650 человек, а большинство были большевики, то президиум не отвечает составу этого съезда. Они быстро его переизбрали, и они быстро попринимали все эти решения. И вот как комментирует решение этого съезда враги. Честные враги. Я хочу пару цитат зачитать. Станкевич, комиссар Временного правительства, пишет. Надо сказать, что смелый жест большевиков произвел громадное впечатление. То есть, имеется в виду объявление мира. Ведь был немедленно объявлен мир, без болтовни. Вот штыки в землю. И начинаем переговоры. Барон Бутберг, это будущий управляющий военным министерством Колчака, пишет. Новое правительство разразилось декретом о немедленном мире. Это гениальный ход для привлечения солдатских масс на свою сторону. Я видел это по настроению в нескольких полках. Телеграмма Ленина о немедленном перемирии на три месяца, а затем о мире, произвела всюду колоссальное впечатление и вызвала бурную радость. Вот что произошло. Это пишут люди, в чьей объективности невозможно сомневаться. Но Труцкий тоже. Нет, я имею в виду, что это враги. И как в этой ситуации ведут себя другие наши партии? Они ведут себя точно так же. Несотрудничество. Полное несотрудничество. Значит, известно, что со второго съезда ушли меньшевики, хлопнув дверью, им не понравилось авторитаризм, так сказать, большевиков. Они ушли, и остался Суханов, известный из записки Суханова, меньшевика. Он остался дослушать, чем же все это кончится. А кончилось это тем, вот таким бурным преображением съезда, все встали, запели «Интернационал». Вот, я теперь уже беру воспоминание Джона Рида, его «Великая книга. Десять дней, которые потрясли мир». Нас часто спрашивают, дайте литературу какую-нибудь. Я всем советую, прочитайте. Это «Великая книга». И можно и Рису Уильямса. Да. Это вот действительно были настоящие американские репортеры. Да, нынешние Минчета. Ой, как, если в гуще событий, не боялись стрельбы. Нет, но они оказались лучшими хроникерами русской революции, вообще-то говоря, американцы. Что бы мы делали без Джона Рида, с его замечательной книгой. Вот. И вот что пишет Рид. Очевидно. Поразительно был так, да, вот. Нет, опять же Суханов. Суханов пишет, меньшевик. Весь президиум во главе с Лениным стоял и пел с горящими лицами и одухотворенными глазами «Интернационал». Как бы я хотел присоединиться к торжеству, слиться с массой и вождями, но не мог. Его партия ушла. И он сказал, мы ушли в никуда. Зачем уходить со съезда? Ведь вообще из органов Советов. Ну хорошо, там в правительстве тебя не берут, но и власть-то советская. Исполком Советов. Вот. И через Советы можно делать все, что угодно. Даже после Гражданской войны возникла огромная опасность, что после перевыбора Совета вдруг поменяется власть в стране, что вызвало всякие там процессы, вроде процессы над правами СССР, высылка интеллигенции и так далее. Вот. А тогда-то вообще через Советы можно было делать все, что угодно. Никаких ограничений на выборы не было. Зачем было уходить? Хлопать дверью и не сотрудничать. Вот еще одна партия ушла с истории, со сцены истории. Перед этим кадеты, теперь меньшевики. Вот. Остались СССР со своим лозунгом учредительного собрания, где им неожиданно улыбнулась случайная удача. Они вдруг набрали большинство на выборах в учредительное собрание. Вот. Все, все, ну, принято считать, что вроде бы большевики проиграли эти выборы, что совершенно не так. Потому что большевики-то как раз победили в промышленных центрах и на фронтах. Это же самое главное. Здесь решается судьба. У нас, когда наши демократы, значит, проигрывают на выбор, они говорят, ну что вы хотите, красный же поезд там, они же голосуют, как им скажут. Главное, мы вот в Москве победили, например, где-то успешно выступили. А почему мы должны слушать другую страну? В одной двадцать пятой части центрального района. А здесь произошло то же самое. В центре, ведь причем в Петрограде эсеры, они даже вторыми не были. Они набрали что-то там процентов 20. Первые были большевики, больше 50 процентов. А следующие кадеты. А эсеры вообще там где-то были. Значит, третий. Вот. Это, кстати, сказать, очень здорово помогло большевикам. Сейчас мы не будем углубляться. Это вообще отдельная тема. То есть выбор... Учрительное собрание о колпаките рассказывал. Да, ну да, о нем можно рассказывать бесконечно. В разных аспектах. Вот здесь мы еще остановимся. В общем, существовало, короче говоря, с кадетами просились, кадеты прочно перешли в лагерь, ну, назовем их, реакции. Вот. Настолько перешли, что один из основателей партии кадетов Струвы, Струвы, Петр Струвы, в воспоминании Деникина сказано, что он к нему пришел и сказал, только военная диктатура спасет положение. То есть люди уже отбросили все свои убеждения и просто тупо поддерживали белую военную диктатуру без всякой там демократии. Вот. Осталось, ну, здесь я бы хотел просто вскользь сказать, что отнюдь не вся интеллигенция, конечно, занимала такую позицию. Один из людей, который очень, скажем так, повел себя здесь очень достойно, был Александр Александрович Блок, который не принимал его, не был большевиком и не, так сказать, не собирался становиться и со словами одобрениями не уступал. Он говорил о другом. Он в январе 18-го года, еще до поэмы 12, написал известную статью, называется «Интеллигенция и революция». Блок. Вот. Где он говорит о следующем, что Блоку не нравилось. Ему не нравилась как раз позиция интеллигенции. Он говорит, почему вы все встали на путь саботажа новой власти. Ребята, вы вспомните, это ваша ответственность. Это не только одна какая-то сторона виновата в том, что Россия пришла к национальной катастрофе. Ваша ответственность в том числе, он говорит. И в этой статье он, значит, пишет в частности. И ладно, я не буду отвлекаться, здесь цитата интересная, но немножко о другом. Вот. И, короче говоря, дальше что происходит? Дальше партия, так сказать, эсеров дальше совершила самострел. Ведь происходит учредительное собрание через два месяца. Вот. На котором эсеры вроде бы победили, как считается. На самом деле они даже по голосам не победили. Сильная неявка людей. То есть, 700, по-моему, 15 общее число делегатов. Из них приехало 400 с небольшим. А чего ехать, если декрет о земле принят, декрет о мире принят? Чего переться через всю страну? Вот. Насилу насобирали какой-то там кворум. Вот. Причем вот эта победившая партия уже не имела даже большинства. Я имею в виду числа делегатов. То есть, вообще, что бы она там ни принимала, это не имело никакого значения, особенно после того, как левые эсеры перешли к большевикам. Все. Это уже было их частное собрание. Они могли в Таврическом дворце заседать, могли на квартире, там, где угодно. Это не имело уже никакого значения. Вот. И там, как мы помним, ведь большевики предложили на рассмотрение резолюцию свою, то есть, свои декреты. Вот. И если бы партия эсеров была организована по большевистскому принципу, то есть, сильный лидер, умный лидер во главе остались. И, так сказать, как-то она была бы выстрелена. И лозунги, понятные всем. Да. Но здесь я имею в виду организацию. Если бы она была какой-то осознанной силой, ведь она представляла из себя определенный набор каких-то ярких ораторов, как они считали. Кто в лес, кто под рова, так сказать. Да, там. Вот. Она к осознанным действиям была не способна. Так вот, если бы все-таки она была способна к осознанным действиям, самое мудрое в той ситуации было бы сказать, давайте примем декреты. Да чего лучше-то? Тем более, декреты земли, он вообще более-менее нам нравится даже. Понимаете? Давайте работать. Еще жизнь длинная впереди. Давайте в советы избираться. Они бы так себя поступили. А так они отказались даже рассматривать эту резолюцию. Большинские сказали, ну ладно, все, мы уходим. И все, учредительное собрание потеряло вообще всякий смысл. Пустили бы их в Таврический, не пустили бы, вообще не имело никакого значения. Вот. Но на этом альтернатива учредительного собрания ведь не закончилась. Многие считают, что собрание распустили и все. Оно только начиналось с истории учредительного собрания. Ведь сначала эсеры поехали в Москву, где легально провели свой съезд. Кстати сказать, высказались в пользу интервенции. Потом им обломилась такая удача, что возник чехословацкий мятеж. И в Поволжье поменялась власть. Они в полном составе отправились в Самару. Они создали там правительство, так называемое комитет членов учредительного собрания. Камуч. 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 Это было эсеровское собрание. Вот она, альтернатива учредительного собрания. Они там приняли, ну, хорошие законы. Они, все, что им не нравилось в законах большевиков, они отменили там. Там был запрет на изъятие хлеба там у крестьян. То есть, крестьяне имеют право весь хлеб продавать на рынке. Естественно, свобода вероисповедания, да всего на свете. Все просто, что только можно, они туда включили в эти законы. И они стали ждать благодарности от населения. Вот. Ну, благодарность очень быстро последовала, поскольку крестьяне, узнав, что хлеб можно реализовывать на рынке, они вот туда и понесли. И цены сразу поделились там в пять, в десять раз. Владиклав, жуткая голодуха. Армия, которая там уже стала создаваться, так называемая народная армия под руководством Капеля, сказала, нет, ребят, так дело не пойдет, а нас кто будет кормить? Вы там, мечтатели, сидите, а мы займемся хлебозаготовками. И они отправились по деревням с артиллерией, с пушками, с нагайками и так далее. И там были зарегистрированы первые обстрелы. Ну, демократический процесс. Да, и первые обстрелы деревень из артиллерией. Короче говоря, там были другие милые процессы, когда тут же нарисовались помещики. Вдруг выяснилось, что землю надо отдавать обратно. Нарисовался там банк, которому заложили какое-то сумасшедшее количество земель, тысячи гектаров и так далее, и так далее. Короче говоря, это правительство эсеровское, оно полностью себя дискредитировало за каких-то 4 месяца. И оно просто сгнило и развалилось. Вот. И дальше они уехали к Колчаку, а там для них все кончилось еще более печально. Их просто там постреляли, кого могли. Ну, там уже пороли деревнями целыми. Нет, я имею в виду эсеров. А, да. Учредиловцев. Их просто там кого могли постреляли. А остальных, чтобы не беспокоить общественное мнение западное, дали денег, типа Афксенсива, уезжайте там за руку. Да, не мешайте. Да, но они все равно там мешали. Вот это эсеровская альтернатива. Еще одни люди ушли с авансценной истории, хотя их никто, в принципе, не гнал. Никто их не гнал. Ты мог войти в правительство, там, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше мы разберемся с левыми эсерами, с которыми тоже любопытно появилось. Их вообще пригласили в правительство, они туда вошли. Вот. Но я боюсь, у нас сейчас, скоро-скоро будет, наверное, информация, Ну, можно. Да. Но я обозначу следующую тему. Ведь они вошли, как известно, в правительство. Да они заняли же ведь какие-то очень мощные инвестиции. А не, ну, взять наркомат земледелия, например. Вот вы эсеры, вы крестьянская партия, себя называете. Вам и карты в руки, ведь декрет-то о земле принят. Но что такое декрет? Это общий некий такой рисунок. Ведь проблем, видимо, невидимо. Просто море. Надо законодательную базу подводить под это. Ведь помещицы земля, допустим, отданы крестьянам. А каким крестьянам? Там у помещика было три деревни, например, да? Они между собой делят эту землю. Там межевание надо пройти. А кому леса? И так далее. Потом очень важная была проблема сохранить помещицы. Так сказать, хозяйствовать. Они были, многие были организованы очень культурно. Давали много хлеба. Нельзя было тоже разграбить их дать. Короче, было море, непочатый край работы. И на эту должность пригласили именно эсера, левого эсера, ну, просто эсера Андрея Лукича Калигаева. Он был наркомом земледения. И он действительно, надо ему отдать должное, он впрягся и начал очень самоотверженно работать. Вот чем это кончилось? Наверное, через некоторое время мы скажем. Кончилось это тем, что... В ЧК. Ну, в ЧК, само собой, да. Там заместитель ВЧК Александрович был. Причем, который пользовался теми же правами, что и Зержинский. Вообще-то говоря, он имел право и кассой также. Ну, давайте, остальное уже Сергей расскажет после новостей. Новости. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжается лекция, беседа Сергея Кредова. Итак, лево-эсеров. Да. Лево-эсеровская альтернатива. Да. Так вот, это был пример сотрудничества. Мы говорили об Андреевиче Колегаеве. Он работал многое, пытался сделать. Есть документы, которые подписаны Лениным и Колегаевым по, так сказать, передвижению земельной реформы. А потом что произошло? Брестский мир, на котором эсеры... Вышли из состава правительства, сохранившись в ВЧК. Они оставили свое представительство только в ВЧК. И они заставили Андрея Логовича оставить этот пост. Он очень не хотел. Он был расположен на конструктивную работу на строе. Но его заставили выйти. Впоследствии он вскоре с левыми эсерами порвал, его обратно вернули. Но он уже не занимал таких важных постов Колегаев. Вот, ну что ж, вам не нравится, как большевики проводили земельную реформу, допустим. Так кто ж вам мешал-то в наркомате, так сказать, земледели этим заниматься. Вот, но про эсеров, наверное, достаточно. Там был мятеж и все такое прочее. Об этом очень большой там разговор. Но они тоже партия совершила самострел, ее никто никуда не гнал. Вот, но она в какой-то момент все-таки решила пожертвовать, бросить Россию в огонь мировой революции. Вот уж кто был поборник идеи мировой революции. Вот, и втянуть Россию в мировую войну опять любой ценой. Вот, здесь, конечно, интересы западных стран очень хорошо чувствуются. Уши торчат за этими акциями. Вот, ну все, ну теперь начинается, теперь о белом движении, мы скажем. Вот, у нас ведь тоже опять-таки в советское время ему, ну, вообще почти не уделялось внимания. Я когда, извиняюсь, что немножко о себе скажу, когда я начал заниматься с Дзержинским, книга Дзержинского, и очень быстро понял, что надо писать, ну, как-то совершенно по-новому уже сегодня об этом. Я понял, что надо глубоко влезть в белые движения. Вот что там происходило в территориях, которые контролировались белыми. Ведь после революции было, по некоторым оцентам, от 20, и некоторые, говорят, до 30 разных государств возникло на территории России. Вот, и проверялись все возможные альтернативы, какие только возможны. Они все поуправляли. Причем это были крупные государства. Возьмите Юг России, которую Деникин там года полтора-два руководил, да? Колчак. Ну, и Колчак, да. Но Колчак там поменьше. Но Деникин, ведь, смотрите, это же огромная страна, 42 миллиона человек под ним в период рассвета. Это Житница, это Дон Кубань, у тебя с хлебом замечательно. У тебя каменный уголь там, великолепный у тебя. У тебя рядом за Кавказе там нефть. У тебя Черное море, у тебя поддержка крупнейших государств мира, только что победивших в мировой войне. У тебя флот, да все на свете. Чего тебе не воюется, не живется, не управляется там на этом самом... А у большевиков уже ничего этого нет. Выхода к море нет, золотой запасы у тебя нету. Нефти у тебя нету. Не, ну там какой-то болтфлот. Ну, чего-то там такое, да, чего-то такое. Ну, куда ему плавать, этот болтфлот? Вот, значит, какие-то остались небольшие регионы там хлеба. Ложись, помирай, правильно? Они как-то держатся и борются. Вот. И, тем не менее, Деникин развалился через два года. Он сначала развалился изнутри. То есть, военное поражение стало следствием. Потому что, когда твоя армия от Москвы откатывается к морю за там два месяца, откатывается просто, значит, люди просто бегут. Ну, как Наполеон отступает от Москвы, вот просто они бегут, все бросая на своем пути. Значит, у них земля горит под ногами. Они же, потерпев поражение под Москвой в 19-м году, они же не собирались так глубоко уползать. Они думали, ну, отступим, займем оборону там, дальше, астана, фига два, так сказать. Они бежали, 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 бежали. Вот. Короче говоря, когда мне захотелось поглубже изучить, как была устроена жизнь на белых территориях, то здесь сталкиваешься с большой очень трудностью, потому что тема почти не изучалась в советское время. Казалось, что, ну, а чего? Они же проиграли, чего их изучать-то? Они же не могли победить. Ну да. Вот мы за это расплачиваемся. И изучать приходится по таким источникам, как воспоминания Деникина. Кстати сказать, довольно очень информативные и по-своему честные во многом. Очень информативные. Но эти же ведь мемуары, Сергей, их же надо проверять по архивным материалам. Да, их, главное, очень мало. Их очень мало. Вот. И поэтому многие думали, думают, что... Что такое белые движения? Люди как думают? Да это офицеры, наверное, да? Да. Особенно после того, как вышел фильм «Адъютантового превосходительства». С одной стороны, стоят какие-то там рабочие костиане, некоторые их шариковыми называют, а с другой стороны белые кости. А это, кстати говоря, основной теоретический труд по истории нашей революции Октябрьской. Это собачье сердце, которое сам Булгаков считал самым неудачным своим произведением, между прочим. Да. Вот. И... Но белые движения, это не офицеры, прежде всего. Офицеры, я не знаю, там... Это... Ну, не знаю, там 10% в лучшем случае. 10%. Белые движения это... Ну, во-первых, добровольческая армия, допустим, казачество. Да, военная часть. Это понятно. Относительно небольшая. Плюс к тому, это гражданские структуры самоуправления. А это уже структуры, которые военных совершенно не поддерживают. Скажем, Кубанская рада. Это почти социалистическая рада, для которых белые это вообще уроды. Никакой связки между тылом и фронтом нету. И у Колчака не было никакой связки между тылом и фронтом. Военные воевали, а в тылу сидела общественность, которая Колчака ненавидела. А если у тебя нет тыла, что это означает? Значит, у тебя нет пополнения твоих войск, нет снабжения. Значит, раненых привозят в Омск, допустим. Они лежат в вагонах там двое суток, к ним никто не подходит. Некому их оттуда выгрузить, в лазарет отправить. Вот что это такое. Это структура самоуправления. Это интервенты. Белые дыры. Вот же интервенты. Ведь в среднем на территории России было там 1200 интервентов. Армия Наполеона. Вот послать у нас два года. И кормилась в среднем. А бывало и побольше, когда там поляки вторглись в 2020 году. Там огромная армия. Там одних японцев под 100 на Дальнем Востоке. До Чехословакского корпуса. Там огромная сумма набирается. Французская эскадра в Одессе. И французы, и англичане 12 или 14 стран. Были там американцы, кого там только не было. Вот. Это интервенты. Причем они не просто с тобой сотрудничали, они тебе указывали. Они тебе правительство назначали. Они выдвигали условия. Это было реально... Бандиты дальше мы начинаем перечислять белые движения. Бандиты это совершенно такая законная часть белых движений. Семенов, атаман... Унгерн. Унгерн, там Анинков, всякие Булаховичи. Это тоже белое движение. Ведь Семенов это был... Ну, с Колчаком у них были конфликты большие. Но, тем не менее, они были союзники. И Колчак кому власть-то передал? Семенову. Это был его наследник. Эти Семенов. Атаман, да? Ставленники японцев. Да? Вот. Дальше кто? Ну, наши любимые петлюровцы и бандеровцы. Это тоже белое движение. Петлюра. Когда французы... Извиняюсь. Поляки, курируемые Францией, вторглись в 20-м году. В апреле на Украину. Они туда шли с петлюрой. То есть... Вот. Ну, вот здесь мы уже... Идем ближе. Теперь мы... То есть, это все белое движение. То есть, лебедь, рак, щука, я не знаю, осел, козел, косолапый мишка и всякие там... Ну, запах. Менее симпатичные представители фауны. Вот белое движение. Они только объединились на момент борьбы с большевиками. Это единственное, что их объединяло. После того, как если бы вдруг им повезло победить в военном отношении, этот бы конгломерат, так сказать, террарием, он бы тут же развалился. Начались бы какие-то просто... Ну, развал полный. Ну, развал и мелкие войны. Да. Вот что такое белое движение. И, в принципе, если... И так коротко. Ну, белое движение тоже имело свои этапы. Допустим, в 18-м году было наибольшее число романтиков в белом движении. Потому что шла еще война мировая. Большевики, так работала пропаганда, они считались немецкими шпионами. Там считалось, что вот сейчас Германию победим, и большевиков не будет сразу. Но почему-то, когда Германия проиграла, почему-то большевики стали еще сильнее. Вот. И в 19-м году уже... То есть, вот те убежденные белогвардейцы, которые уже после гражданской войны уехали в миграцию, создавали там землячество, допустим, корниловцы, там марковцы, там воткинцы, ижевцы, и так далее, и так далее. Да, активные были люди, русский и общевоинский союз. Да, но это же они все создавались в 18-м году, эти подразделения. На романтическом подъеме. В 19-м году уже никого не было. Это уже мобилизация, уже армии, и так далее. Вот, это уже... И в 19-м году уже на Западе пришло понимание, что сначала они верили, в 18-м году они еще верили, что, возможно, все-таки действительно белым удастся вернуться к власти. А потом уже вера эта пропала. И они поняли, что надо свои интересы здесь отстаивать, просто западные страны. Вот, и шло уже такое тоже внутреннее разложение белого движения, когда люди понимали, что они фактически уже являются орудием в руках других стран по расчленению России. Ведь правительство Деникина, Колчака и так далее, они же не были признаны иностранными государствами. Им оказалась военная помощь. Они не получили признания никакого. Вот, и считалось, что они пусть победят, а потом будут там какие-нибудь выборы в России. Победит вот этот конгломерат. И ура. То есть никто, говорили. А это значит мы. Куратор, ну как там, такая украинизация, нынешним языком говоря, произойдет страны. Вот. Ну и такой, что ли, кульминации уже разложения, скажем так, белого движения, это, конечно, 20-й год. Это уже агрессия Польши в апреле, она уже просто высветила все. Ведь когда уже Польша напала, Польша это злейший такой исторический враг России. Она там в 19 веке раньше выполняла ту роль, которую сейчас наши соседи известны, известны там. То есть да, выполняют. Вот. И когда поляки вторглись на территорию России с Петлюрусами и с прочими там негодьями, всех собрали, кого только можно, то уже в рядах белых возник такой слезк патриотизма. Да. Во-первых, появилось знаменитое письмо Брусилова. Генерала Брусилова. Оно было опубликовано в «Правде» в мае 20-го года. Брусилов занимал нейтральную позицию все это время. Он был известный генерал, его не трогали, он жил в Москве, он был ранен там во время каких-то событий. Но в принципе он никак нигде не уступал. У него сын воевал за красных и был расстрелян Деникиным. Сын. Во что Брусилов отказывался верить. Они же были друзья с ним, знакомые. Как так? Тем не менее. Но когда началась поиск агрессии, вот здесь Брусилов, значит, ряд генералов подписало письмо следующего. На завостах. Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились. Майе 20-го года. Правда. Обращение Брусилова. В этот критический, исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вам, к вашим чувствам любви и преданности и так далее, и так далее. И призываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабочко-Крестьянской России вас не назначило. И служить там не за страх, а за совесть. Вот. Это Брусилов. Это было совершенно искреннее такое обращение. Потому что, ребята, здесь уже мы воюем ни с какими, ни с белыми. Мы воюем просто с международной бандой, которая хочет вас ограбить. Вот и все. А это все остальное, это уже камуфляж. Вот. И постепенно, естественно, росло осознание, то есть полное разложение белого движения. Идейное. Вот. И тогда же, что интересно, ведь в то время из белых армий оставался Врангель в Крыму. Барон Врангель сидел. И как ведет себя Врангель в этой ситуации. Когда, значит, все наиболее честные люди России выступают против польской агрессии. Даже великий князь Александр Михайлович в Париже сидя, говорит, удивительное дело. Большевики погибли мои братья. А я каждое утро открываю газеты и жду, когда Буденный набьет морду полякам. Вот какие чувства люди испытывали. И в этот момент барон Врангель что делает? Он наносит удар в спину. Высаживается. Он высаживается. И в тот момент, когда наши подошли к Варшаве, он наносит удар в спину в Кубань. Что, то есть, фактически, вместе с петлюровцами, с бандеровцами, то есть, совершает просто предательство. Национальное предательство. И в этот момент, значит, Струва, этот вездесущий, который у него является министром иностранного дела, фактически, пишет следующее. Значит, он обращается... Ведь французы, единственные, кто признал правительство Врангель, были французы. Вот. И Струва к ним обращается, значит, с следующими вещами. Крупный успех, значит, так, во время польской агрессии, он пишет, начальнику французской военной миссии. Крупные успехи поляков в борьбе с Красной Армией дают возможность путем согласованных действий польской и русской армии под высшим руководством французского командования нанести советской власти решительный удар. Как хорошо. Посему главнокомандующий, то есть, Врангель, ставит вопрос о создании общего фронта вместе с поляками против большевиков и так далее. Вот вы, поляки, с французами воюете с большевиками, давайте нам больше, там, ресурсов, денег и так далее, поддержки. Мы же ваши, мы же своим в спину готовы нанести удар. И дальше происходит следующее. В августе в Англии англичане дают утечку. Англичанам совершенно не интересно, чтобы Франция укрепила свою позицию в России. Вот, они, вот, и они узнают о том, что французы готовят договор с Врангелем, вот, о том, как будет устроена жизнь после этого. И дают проект этот договор о своей английской печати. Вот это интересный документ у нас, этот документ почему-то вне поля зрения наших исследователей. Вот представьте себе, вот будущее, вот альтернатива, белая альтернатива большевикам. Вот она, альтернатива договора Врангеля с французами. Врангель обязуется, признав все обязательства России и ее городов по отношению к Франции с уплатой процентов на проценты. То есть, те огромные долги, которые нахватал царь и временное правительство, а долги брались под участие в войне. То, что ты там Париж спас, это не считается. Ты плати денежки, причем часть денег она даже не ушла с территории этих стран, она была размещена на военных заводах. Русский экспедиционный корпус во Франции. Да, часть денег там осталась, за границей, она даже не пришла сюда. А сколько вы ограбили, сколько вы вывезли из страны. Все это не считается, вот плати все эти денежки. Он обязуется это платить, и все белые движения, кстати, сказать, это было первое условие поддержки. Мы признаем долги. Вот, второе. Франция конвертирует все русские долги в новый заем с погашением на протяжении 35 лет. То есть, 35 лет эта волынка будет тянуться. 2020 год плюс 35, это 55 год. То есть, это не в космос, смотрите. Не в какой. Это мы отдаем долги, которые царь нахватал и Керенский. Вот, то есть, где-то там копаемся на огородах, на своих каких-то, может быть, да? Но ни о какой там промышленности речь не идет. Третий пункт. Уплата процентов и ежегодного погашения гарантируется. Передача Франции право эксплуатации всех железных дорог Европейской России. Ну, надо же гарантировать этот выплат. Ну, в общем, да. Передача Франции право взымания таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и Азовского морей. Представлением в распоряжении Франции излишка хлеба на Украине и в Кубанской области. Там же много излишков. В течение известного количества лет, при этом и так далее, на уровне довоенного экспорта. Предоставлением в распоряжении Франции трех четвертей добычи нефти и бензина на известный строк. То есть, все более-менее какие-то отрасли, еще живые, они все отдаются под управление Франции. Воспечение и выплаты долга. Да, но надо им отдать долга ни об Эрмитаже, ни о Русском музее, ни о Третьяковке речи не идет. Не знаю. Ну, может, забыли в ПЛУ. Не знаю. Передача четвертой части добытого угля в Донецком районе в течение известного количества лет. Ну, видимо, все эти годы надо было три четверти нефти и угля отсылать во Францию. При русских министерствах финансов, торговли и промышленности учреждаются официальные французские финансовые и коммерческие канцелярии. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Значит, это проект. Может быть, конечно, его бы и не приняли там. Вот. Но это даже не имеет значения. Если бы, это, так сказать, проект соглашения, но это же даже не имеет значения. Если ты объявляешься вассалом Франции, тебе просто какие-то назначат условия, какие ты будешь выполнять. Ты не три четверти будешь нефти гнать, а шесть седьмых. Правильно? Вот. И в продолжении вот этой всей политики, значит, когда у нас Врангель эвакуировался, так сказать, из Крыма, да, и подплывал в Константинополь, он послал телеграмму во Францию, к своему руководству во Францию. Учитывая, что Франция единственная из держав, признавшая правительство Юга России и обещавшая ему свою поддержку, моральную и материальную, я отдаю мою армию, флот и всех тех, кто ушел со мною, под ее покровительство Франции. В следствие этого я отдал приказание русскому военному флоту и коммерческим кораблям при входе в Константинополь поднять на фокт-мачтах французский флаг. Так, ребята, вот как закончилась гражданская война в России в белом движении. Французский флаг. Поднятие французского флага. Вот, господа, альтернатива вам, понимаете? Я заявляю, что корабли могут быть приняты в обеспечении платежей и так далее, которые пойдут там на наше содержание. Мы еще, вот мы отдаем корабли, могу сказать, что потом часть этих кораблей уже во Вторую мировую войну, попав в Германию, обстреливали Ленинград. Вот эти корабли, которые в Лангель угнал из России. Вот, ну это, я не знаю, предательство, это, не знаю, власовщина, как это еще назвать? Ну и самое, может быть, интересное, я, как всегда, немножко не успеваю, но это уже наше время, сегодняшний день. В 2016 году в Керчи открыт был памятник, на котором присутствовали официальные лица из Москвы. Памятник кому? Может быть, Михаил Васильевич Фрунзе, который вернул Крым в Россию? Нет, это большевички. Нет. Памятник Врангелю. Врангелю, конечно. Вот, и если верить сообщениям пресса, не вижу, в основании не верить, то на открытии памятника заместитель министра культуры Владимир Владимирович Аристархов сказал буквально следующее. Так. Сегодня мы вспоминаем великого человека. Ой! Педра Николаевича Врангеля, чье имя должно встать по праву в один ряд с выдающимися полководцами нашей истории, вместе с Дмитрием Донским, Александром Невским и другими нашими великими военачальниками. Наверное, Жуков Георгий очень обрадовался. Именно здесь, в Крыму, был показан образец того, что Россия может быть русской, национальной, державной и правильно устроенной, чему и сегодня не грех поучиться. Это было в разгар... Умри лучше не сказать. Это было в разгар Крымской весны, поставить памятник Чеку, в чье военное достижение, то, что он сумел войска эвакуировать в Константинополь, выдающийся военачальник, сопоставимый с Дмитрием Донским и Александром Невским. Вот как у нас... Сильно. Это сильно. Какое сильное раздвоение у нас, так сказать... По какому раздвоению? Идеологическое. По какому раздвоению идет речь? С 17-го по 91-й истории не было. Не было. Ужас был. Ап. Вот здесь действительно становится очень печально. Это печально. Я не знаю, может быть, конечно, этот чиновник пересмысл что-то за это время. Может быть. Я пока ничего не читал. Я не слышал ничего такого. Я ничего не читал об этом. Вот это такая вещь. И я всегда, когда вот что-нибудь подобное говорят... А я же вспоминаю, так Мавзолей же задрапирован. Как торжество. Ну, все вот оно к этому. Поэтому я хочу сейчас привести уже цитату. Ну, кое-что я опять не успел. Вот. Я хочу привести цитату опять-таки бывших врагов. Которые стали в эмиграции сильно поумнели. Они у Клочака были. Создали там движение смена век, так называемое. Смена век. Такие имена, как Ключников, профессор Устрялов, наш замечательный мыслитель. Вот. Они очень четко сформулировали, что гражданская война сейчас. А Ключников вообще возглавлял Министерство иностранных... Ну, по-другому называлось. Управляющий иностранным министерством у Клочака. Вот. А Устрялов это вообще глобальный фигур тоже. Отдел пропаганды, что-то такое. Это бывшие кадеты. Вот они во Франции пишут, что сейчас речь идет не о войне белой с красными, а о войне России с чужеземцами. Вот как заканчивала гражданская война. Вот какая альтернатива была большевизму. То есть, и Ленину. Вот. То есть, если бы победили белые, то это бы привело просто к распаду бы страны. К тому, что она разбилась на часть вот таких вот образований, вот, курируемых французами, вот на этих условиях, которые описаны, да. То есть, фактически колонизации России. Вот и все. Это была самая такая очевидная перспектива. Это не какие-то наши гипотетические представления. Это вещь, которая была проверена там многократно. Вот. Поэтому, возвращаясь к фигуре Ленина, в 150-летие у нас будет в следующем году. В следующем году, да. Нам важно, на мой взгляд, очень важно отмечать именно его общенациональное значение, его деятельности. Не коммунистическое, не партийное. Это не праздник партии и коммунистического движения. Вот. Это именно та фигура, которая обеспечила суверенитет. Прежде всего, суверенитет. Сохранность. Суверенитет нашей страны. И в этом смысле, кстати, сказать, это действие очень близко. Тое, которое у нас происходит сейчас, правильно ведь? Самое лучшее, что мы сделали за последние 20 лет, да. Это мы укрепили суверенитет нашей страны, мне так кажется. Сергей, огромное спасибо за лекцию и беседу. В последнем полчаса традиционно вы ответите на вопросы. А у нас сейчас новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, в этом получасе Сергей Кридов отвечает на ваши вопросы. И, пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот у меня такой вопрос. Многие говорят, что Октябрьского переворота не было бы, если бы не было отречения царя. И вот что касается причин отречения царя, известно, что царь очень долго не хотел уходить, но было исключительно сильное моральное давление генералов. Вот для меня это загадка. Почему генералы, которые, как никто в другой, понимали, что отсутствие единоначалия это самоубийство, тем не менее... Все, вопрос есть. Спасибо большое. Ну, так они думали как, что царь передаст власти, отречется в пользу своего сына, как по закону и полагалось. У сына будет регент, да, а они будут, соответственно... Сын-то был мало дееспособен. Ну, да, он был... Больной. Вот, и их доконали уже самоуправство и кадровое назначение царя. Вот, а поскольку царь вдруг неожиданно передал, попытался передать власть брату Михаилу, а Михаил отказался под влиянием думских деятелей тогдашних, вот, то вдруг Россия оказалась без монархии, чего, конечно, генералы не хотели, но так получилось. Вот, вот после этого начались все эти события. Все это происходило, конечно, под влиянием народных выступлений там в Петрограде, там вот этих голодных всяких там бунтов и прочего. Ну, вот прошла такая история. Спасибо. Ваш вопрос. Здравствуйте. Спасибо за передачу, Михаил. У меня вопрос по Деникину. Когда он в Париже в Милюковской газете опубликовал статью, поддерживал Советский Союз против Гитлера, вот, и там было написано, что тактика двойного удара военные должны свергнуть Сталина. Вот. А Милюков обрезал это все. И Деникин на него очень обиделся за это. И правильно ли сделал Сталин, что действительно был заговор, он прополку сделал. Спасибо. Насчет, вы знаете, я не уверен, что вы правильно даете информацию насчет статьи Деникина у Милюковской газеты, потому что в сороковом-то году Милюков, то есть в сорок первом году, там уже, по-моему, он не выпускал никакую газету, он выпускал там в тридцатые годы, Возрождение, кажется. И там не так все явно и не так все резко было сделано. Да, Деникин, он, как сообщается, он отказался участвовать, поддерживать, да, там. Но, чтобы вот так выступил и осудил, этого тоже, насколько я знаю, не было. Ну, да, в общем, он считает, что он повел себя прилично в этих условиях, хотя как иначе, когда нападает Гитлера там на ту страну. А насчет прополки, я цитирую нашего слушателя, есть книга Александра Колпакиди и Елены Прудниковой «Двойной заговор». И неоднократно Александр, вот здесь он сидел и он говорил, окончательных, бесповоротных доказательств, был ли заговор или не был, нет. Ну, если мое мнение, я в этом вопросе не специалист, но до меня доходили, конечно, я считаю, что были интриги в Министерстве обороны, были всякие разные мнения, но я просто с трудом представляю вообще наличие заговора, как он мог бы реализовываться. Но это, опять же говорю, мое мнение, здесь совершенно к теме беседы не имеет отношения. Если даже они вели между собой разговоры вредной направленности, ну, времена были жестокие, надо отметить. Ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Алексеевич. Пожалуйста. Было бы интересно узнать мнение гостей студии, как исследователей, вот каково историческое глубинное значение слова «большевик» для народа, в том числе почему большевизм оказался созвучен чаянием народа? Спасибо. Хороший вопрос, ведь большевизм не тождествен коммунизму, правильно? Большевизм это в большей степени наше национальное явление. Большевизм питался соками, мне нравится вообще это слово «большевизм» и «большевик», и в том числе и во время войны Великой Отечественной очень часто коммунисты опять стали называться большевиками. Сергей, знаменитый советский разведчик Александр Орлов, и будем использовать этот оперативный псевдоним у него, он принимал участие в разработке Кима Филби. И когда Ким Филби в своих мемуарах пишет про человека, который его начал привлекать, это был великий разведчик, коммунист, западноевропейский австриец Арнольд Дэйч. Он сказал, что когда со мной работал Арнольд Дэйч, я понимал, что он коммунист. А вот когда появился Орлов, это был большевик. Вот это в подтверждение ваших слов. Вот я думаю, что в народном таком крестьянском восприятии большевик это такой стихийный борец за справедливость, не обремененный познаниями теории, в чем-то близкий, родной, может быть, обалдуй, но это свой брат-бедняк. Да, вот я говорю, здесь какая-то традиция пугачевщины, разенщины и так далее было. А коммунист часто это человек, обладающий точным знанием, что тебе надо, который приезжает тебе в деревню с записной книжкой, где написано, сколько у тебя должно быть коров, сколько этажей в доме и так далее. То есть, в принципе, я еще раз говорю, что большевизм это национальное наше движение, а коммунизм это международное явление, и переименование партии большевистской в коммунистическом 18-м году объяснялось, наверное, во многом тем, чтобы хотелось встроить это движение именно в международное коммунистическое движение. И все-таки буковка сохранилась. Да, да, да. Буковка сохранилась. Ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я Виктор 26-й, говорю за эфир. Вопрос к вашему гостю. Пожалуйста. Соответствует ли выстрел с Аврора действительность, понимаете? Некоторые хотят его обезличить, устраивая на Авроре пляски, гулянки и все такое прочее. Спасибо. Ну, пляски, пляски, безусловно, нельзя устраивать. Выстрел был, насколько я знаю. Холостой? Да. Или какой? Разрушений каких-то больших не произвел, насколько я знаю. Но это символическое деяние. Понимаете, любое историческое событие обязательно нуждается в символах. Что такое взятие, там, я не знаю, бастилии, например. Это, так, в реальности это не очень симпатичное такое явление, когда толпа захватила людей, там, убивала человек сто, там, бегала с головами на пиках, правильно? Вот. Но какое это значение имело во всем мире, как это всколыхнуло весь мир, и какой урок тиранам дало это событие. И вот, в этом смысле, выстрел Авроры, здесь не надо уж так, вот, мне кажется, буквоевски подходить таким, нужно все-таки немножко художественно-поэтически. Эта тема, мне кажется, для песен, стихов, вот, выстрел Авроры, и что-то здесь копать, как оно было в действительности, мне, честно говоря, не особо это интересно. Это просто один из символов того времени, довольно симпатичный, на мой взгляд. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо. Вопрос такой. Вот, декрет о мире, это, конечно, хорошо. Но немцы, как были враги Российской империи, так и были враги, естественно, советского государства, которое образовалось только что. Брестский мир разорван, 18-й год, армии нет, немцы наступают. Вот скажи, альтернатива, какая бы могла быть, если бы не произошла революция, и что делать дальше? Так, всю передачу. Революция из Германии, я имею в виду. А, спасибо. Немцы бы не вышли из войны. Спасибо. Ну, ну, и какая была бы альтернатива, если бы немцы не вышли из войны? Немцы же хотели заключить мир с Россией. Они же, большевики же из этого исходили. Конечно. Это же не грабительский. Это же не просто так, мы бросили воевать и все убежали. Это же было там в штыки землю, там братания и так далее. Конечно, с надеждой на то, что это получит понимание в общественности Германии. Там очень сильно было много союзников в Германии революционных. Вот. Поэтому это не было такой пораженческой, какой-то трусливой политикой мир с Германией. То есть, большевики много раз доказывали, что они могут сражаться за свое деятельство. Чего же тут говорить? И, кстати, Ленин же ведь говорил, когда его только ленивый не критиковал за обрезки мир, он же говорил, а мы примем и не выполним. И тем более кончилась-то все действительная революция и в Германии. Но, наверное, Ленин располагал какой-то информацией и предвидением. Ну, бывают вот такие события в истории. Бывают, что если у тебя нет силенок, вот ты должен таки... Мы в тот раз говорили, а что такое сдача Москвы в 1812 году? Это предательство с точки зрения людей того времени. Правильно? Но это предательство стало причиной того, что через полгода какие-то ошметки армии Наполеона, в Великой армии, там, обмороженные, там, на костылях пытались уйти из России как-то, да? Вот. То же самое Брестский мир. Брестский мир дал возможность создать армию одной из сильнейших и, так сказать, отстоять суверенитет России. В этом смысле он решил все задачи, о чем тут говорить даже. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Москва. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а почему вот Германия, которая воевала с тремя странами, ну, так, ну, воевала более-менее успешно, а вот когда Россия вышла и Германия только с двумя странами осталась воевать, она сразу проиграла? Ну, во-первых, она не с двумя странами осталась воевать, и не сразу она проиграла. Потому что пик военных успехов в Германии, насколько я понимаю, он пришелся где-то на май-июнь 2018 года. И очень долго было непонятно, вообще-то говоря, как закончится война. Даже осенью 2018 года, это было для многих неожиданно, вот, ведь... Капитуляция Германии. Ну, решающим как раз для Германии стало вступление в войск Соединенных Штатов в войну. Вот это уже ее добило полностью. Это 17-й год, да? Это 18-й год. 18-й. То есть, когда уже американцы высадились, это все, это уже конец был. Вот. А до этого Германия воевала очень даже успешно. Вот я имею в виду май-июнь, допустим, 18-го года. И ведь, ну, известно, что когда война закончилась, ведь иностранных войск не было на территории Германии. И в том числе для жителей Германии для многих было удивительно. Как это так? На всех углах говорили, что там все для фронта, все для победы взяли и сдались. Генералы понимали, что война проиграна где-то уже в сентябре 18-го года. А население это многое не подозревало. Поэтому и родились теории, что это предательство, и нацизм, и все такое прочее стало, да? Вот такая там была история. То есть, Германия действительно, ну, что ж тут говорить, да? Это говорит о слабости России. Ведь Германия воевала с Россией одной рукой. О слабости нашей армии и нашего государства другой рукой. Она воевала там с Англией, ну, с Францией, прежде всего, с Англией. Не, ну, какие сражения были во Франции, в Бельгии и на Австро-Германском фронте? Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчет поляков. Что насчет поляков? Есть такие люди? Есть такое государство, даже которое... Вопрос. Вопрос. Спасибо. Ваш вопрос, Сергею Кредову. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо за передачу. Скажите, вот Ленин говорил, что... Поменьше хвалить Маркс, но поприлежнее его читайте, и подумайте, что что читать. Вот скажите, во всем мире вот третий месяц занимает проведение Ленина, так сказать, ну, по выплату объему, после Маркса и Библии. А вот как у нас сейчас с этим делом работает? Спасибо. С чтением Ленина? Ну, я не знаю, как у нас обстоит, я могу сказать только о себе, что это большой разговор, как... Но Ленин, вообще-то говоря, чтение Ленина далеко не все вам позволяет, дает вам понять об этой фигуре. Конечно. Вот, все-таки то, что написано, это не сильное представление дает. Вот, мне лично наиболее интересно. То есть мне уже сейчас, я по-новому стал прочитывать некоторые вещи, когда я уже узнал историческую подоплеку, вот что скрывается за этим текстом. Мы в прошлой беседе одну речь цитировали, просто, я считаю, великолепную, июля 1919 года, когда Ленин предсказал завершение, чем закончится гражданская война в тот критический момент. Вот. А само по себе чтение текстов, ну, не был он мастер художественного слова, что уж тут говорить. Он хорошо писал деловые документы, там, декреты и прочее. Вот. Но это не самое, вот, с точки зрения художественной, увлекательное чтение Ленина. Но ведь мы не можем отрицать, чтобы он был величайший политик. И у него вот статьи по какому-то, как в те времена говорилось, вот момент, вот ситуация там, Царицын, еще что-то. А как, а смена лозунгов? А выстраивание политики партии? А НЭП? Это же... Да, ну, многие говорили, в том числе враги, что он был очень эффективный оратор. То есть его задача была в чем-то убедить аудиторию. Вот этой цели он добивался, но не только своим красноречием или своими текстами, а еще и все-таки от его личности исходила определенная убежденность. А Сергей, а организатор? А практически работник? Само собой. А главное, что они, ну, была известна фраза, что мы победили потому, что говорили народу правду. А это в то время, в то время, по крайней мере, это же было именно и так. Вот сказал, сделал. Вот мир народам, мир народам. Понимаете, если вам, вы от этой войны устали уже, там, у вас перекалечена куча народа, там, вам нужно землю пахать, вот, а вы, вас гонят на пулеметы опять. Откуда вы коллега вернете, там, без ноги, без чего-то, да? Вот. И вдруг вы слышите от человека, мир народам, сегодня все. Как вы, это ораторская речь или нет? Это просто то, что вам очень радостно услышать и узнать, и сказать, вот за этим мужиком я пойду. Вот он так сказал, правильно? Поэтому, с точки зрения ораторского искусства, это не надо воспринимать. Вот. А само чтение текстов Ленина, мне кажется, из его текстов можно сделать достаточно интересную подборку, с комментариями, что за этим стоит. Вот, тогда... То есть, вот эти статьи Ленина, не только статьи, а большие работы вроде «Государство и революция», надо знать, почему он писал вот это и что окружало его. Еще и Ленин, как мне кажется, он, ведь, интересно в его биографии, что он садился в очень такие драматические моменты, он вдруг садился, начинался писать книгу. Он сказал бы, чего там, не знаю, это же огромная работа, я не знаю, там что-то такое, ренегат Каусский, например, да, допустим, вышла в октябре, кажется, 18-го года. Человек только что ранили, он чудом избежал смерти, да, а это огромная работа, это огромный труд, вот, если почитать, да. Почему человек садился, писал, там, очередные задачи советской власти. Причем видно, что в процессе написания вот этих книг или статей, часто, если сравнивать беловой текст с черновиками, то довольно часто менялась взгляды какие-то. Вот для него, мне кажется, написание этих работ часто было способом понять самому, вот когда ты, я как человек пишущий, я понимаю, что когда какие речи ты формулируешь, тебе многие вещи укладываются в голове, когда ты пытаешься это написать. Мне кажется, у Ленина вот это было. Поэтому у него там одна работа может отличаться там от другой, и в этом нет ничего удивительного, потому что время было какое. Там ситуация менялась, я не знаю, там, еженедельно, ежедневно. И вы посмотрите работы, ну, абсолютно любого деятеля того времени, ну, любого, великолепно пишущего, любого. Это постоянная смена каких-то там взглядов, мнений, постоянной неожиданности, а пророчества, они просто не сбываются уже через день. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. У меня вопрос к Сергею такой. Скажите, пожалуйста, а какой закон, ведь Николай II нарушил закон, собственно, в отречении, и за себя, и тем более за своего сына? И второй вопрос. А что церковь забывает, как их предшественники относились к отречению Николая II? Вот эти два вопроса, они самые актуальны, на мой взгляд, в этом, в общем, сейчас ретроспективе. Спасибо. Ну, вы абсолютно правильно заметили, что церковь первая, которую поддержал отречение Николая, который был главой церкви, вообще-то говоря, в России, да? Он был главой церкви. Это все правильно, да, это изучен вопрос. Ну, как сказать, он об этом редко вспоминает сейчас. Ой, сейчас вообще это не к месту. Об этом великолепно. Это не к месту. Церковь полностью поддержала, значит, лишение власти Николая, своего иерарха, своей церкви. Да, а еще что-то там было просто. Я не очень... А, ну, тоже нарушение, там, при отвлечении. А, да, при отвлечении. Я не очень понял, там, чуть вопроса, что действительно он был нарушен, как будто бы закон, что он не имел права, там, допустим, брату свою корону передавать. Ну, так это ему лишний минус. Да, ну, что уж там о нем-то говорить, понимаете? О нем, как о руководителе, скажем так, можно обсуждать всякие человеческие, так сказать, моменты его существования, но о нем, как руководитель, говорить, мне кажется, вообще там не о чем просто. Ну, кстати говоря, мнение, которое поддерживают все гости, которые были здесь. Ну, по делам можно судить. По делам их увидите вы. Ведь даже в проигранной ситуации можно все себя по-разному. Понятное дело, что очень тяжело было в его положении предложить что-то такое, да, потому что самодержавие рухнуло же по объективным причинам в России, ну, просто устарела, просто такая структура власти, это архаика была полная, да. Но люди тоже по-разному ведут себя в проигранных положениях, по-разному. Одни проигрывают с честью, другие там просто без чести, да, вот. Ну, вот он-то как раз, его финал политический, я не беру там то, что произошло в 18-м году, был просто жалкий. Вот когда человек уходит от власти, мы свидетель, как люди уходили от власти, да, один все-таки уходит, ну, его не перестаешь уважать, а другой уходит жалко. Вот именно жалко, когда его все презирают просто. Я вам, по-моему, очень хорошо, понимаете, Деголь. Да, да, ну, Николай, ой, извините, Наполеон. Наполеон. Ушел, он же ушел, а потом вернулся сто дней. Когда он уходил, во все Франции проклинало, в первый раз отрекался, а потом после него приехали бурбоны, которых народ возненавидел еще больше, и уже приняли на ура опять Наполеон. То есть по-разному уже проиграть, Николай проиграл свою страну, свою должность жалким образом. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. А вот скажите, пожалуйста, в какой работе, почему Ленин дал такую оценку интеллигенции, что это не мозг нации и так далее? Ленин, одну секундочку, Ленин разделяет интеллигенцию вот на то, о чем вы говорите, вот это знаменитое слово, которое начинается на букву Г и кончается на букву О, и интеллигенцию, которую он считает народной, скажем так, и потом я не знаю другой такой страны, где был бы такой термин интеллигенция. Вот меня устраивает термин работник умственного труда, а вот что такое интеллигенция, я понять никак не могу, и никто мне до сих пор не смог этого объяснить. А вот людей, в особенности в городе Москве, которых за душой нет ничего, они ничего не умеют, они говорят, у них есть козырь, он говорит, я интеллигент. Тебе кто это сказал? Если ты даже сам не можешь дать определение этого. Ну, во-первых, не только Ленин высказывался об интеллигенции, я думаю, любой реальный политик, я не знаю, послушаю, вы, я не помню, что Столыпин говорил об интеллигенции, но что он о ней думал, я думаю, нетрудно догадаться, как и любой, там, посмотрите, что там сейчас, допустим, Трамп высказывается о своей американской... Ну, либералах, о левых либералах. Ну, о своей, но они, которые там занимают командные высоты в общественном мнении, там, да, вот, потому что Ленин, я затрудняюсь сказать, в какой точной этой работе высказал, может быть, это было... Это было Горьковым, по-моему, где-то у него что-то такое, а не с Горьким, ну, или где-то еще это было сказано. Вот, ну, это, скажем, особенности лексики в данном случае, но по смыслу, по смыслу, речь, конечно, шла о том, что очень часто ведь интеллигент, я имею в виду, в политике, ты все-таки, ну, мне как журналисту много приходилось заниматься политикой, да, конечно, интеллигент, мы не можем знать, что происходит там на секретных переговорах, о чем там руководители государства, но все равно, когда ты предлагаешь какой-то свой рецепт решения государства вопроса, да, ты должен все-таки понимать, что ты, наверное, обладаешь не всей информацией. Ты должен допускать, что ты можешь ошибаться. Это для начала. Да, для начала, а если ты категорично, допустим, требуешь там, по-моему, вот эта фраза была сказана применительно к тому, что к призывам продолжать мировую войну, да. Вот ты интеллигент, а почему же ты, так сказать, выступаешь за предложение мировой бойни совершенно бессмысленной, убийства этих? Ну, какой же ты интеллигент, вот такой категоричный? Нет, ну вот эта классическая позиция либерального интеллигента, это милюков. Не хочу, работать не буду, я лучше буду сидеть на террасе и критиковать. Вот дайте нам создать правительство народного доверия, это любимая фраза тех, кто не хочет ничего делать. Да. Мы министрами к вам не пойдем, дайте нам создать правительство, вот тогда мы покажем. Да, и тогда все будет. Пришел февраль, сказали, вот создавайте правительство народного доверия, и что? И чем кончилось? Не создали. Не создали. Сергей, огромное вам спасибо за лекцию-беседу, это действительно тема редкая, и вы сегодня, по-моему, все это сделали очень и очень здорово. Мы вам всегда рады, и любая интересная тема, которую вы сможете нам предложить, конечно, будет принята на ура. До свидания, все будет нормально, усыдимся в следующее воскресенье.